Меня зовут Мурат. В мире татуировки я больше известен как Мурик Маляки. Стоит, наверное, начать с того, что я не картриджный пацан. Это у нас такое шуточное выражение в компании татуировщиков, с кем я общаюсь. Большая из них часть работает в традиционных стилях, и когда появились картриджи, кто не смог с ними полностью подружиться, у нас возникло два термина. Картриджный пацан, не картриджный пацан. В этом нет ничего обидного, это просто такие шутеечные термины. Начнем с 2012 года, когда я впервые столкнулся и попробовал картриджную систему. Это были, как и у многих, картриджи Cheyenne, других тогда просто не существовало. Остальные бренды и, так скажем, аналоги стали появляться чуть-чуть позже. Я пробовал переключиться полностью на эту систему, потому что находил ее удобной в работе. Не надо было собирать много машинок, 5-6, иногда даже бывало, что и 8 машинок надо было собирать. Картриджная система позволяла избавиться от вот этого нагромождения на рабочем столе. Но у меня не получилось полностью на нее перейти. Я в ней видел несколько недостатков. Это вопросы со стерилизацией, то есть аналоговых держаков, либо дополнительных прикупить. Это было очень дорого, аналоговых не существовало. Родные держаки системы Cheyenne были очень дорогими. Я, в принципе, как начинающий татуировщик, не мог себе позволить иметь несколько держаков. Меня смущал вопрос с частотой процесса. То есть один держак, все это как-то не очень аккуратно могло происходить. То есть картридж мог пачкаться, это попадало в держатель, в шахту держателя. То есть я не видел в этой системе частоты процесса. Удобно, безусловно, но меня вот отталкивал этот момент. Потому что я, как и многие, работал на железе. Ну, я также использовал и одноразовые пластиковые держатели. Но вот картриджи, они, конечно, удобные. Но вот этот момент меня отталкивал. Это был первый пункт. Второй пункт меня отталкивал, что сами картриджи не являлись какой-то совершенной конструкцией. Потому что при сборке картриджа на заводе, все равно страдала его калибровка. Игла неплотная и в ненужном положении занимала место в носике. Каждый картридж приходилось разбирать, подгибать иглу, проворачивать. Спайки магнума тоже приходилось подгибать. Вот это напрягало. То есть, по сути, система рассчитана на то, что вставил и поехал. Но нет. Получалось так, что приходилось проводить какие-то манипуляции над этими картриджами. И неважно, это были картриджи именитого бренда, потом появились попроще. И я пробовал прям самые дешманские картриджи, которые были без мембраны, без уринга. Там была просто обычная стальная пружина. Это было ужаснейшее тарахтящее барахло. То есть, я пробовал все, что появлялось на рынке. Но полностью на эту систему я так и не смог перейти. Я оставил картриджи на покрасах. То есть, я с удовольствием юзал магнумы. Но вот в контурах, нет, не получилось у меня перейти. Я остался верен индукции, премейдам. И, в принципе, по сей день я в контурах предпочитаю индукционные машинки и премейды. Мы не упоминаем тему, когда картриджи пытаются юзать на индукционных машинах. Такие вещи были. Я думаю, старички вспомнят все эти и видосики, и фотографии. Это глупости. Картридж с индукцией не работает. На этом точка. Получается так, что я с 2012 года, как познакомился с картриджами, пошел на некий компромисс. Я использовал и картриджи, и премейды. Мне засылали на пробу в течение всего этого времени много картриджей. Появлялось много брендов. Их и сегодня, чуть ли не каждую неделю появляется какой-то новый бренд, новый дизайн этих картриджей. Но, по сути, с точки зрения своего конструктива, они ничем не отличались. То есть, это все были копии, так скажем, первоисточника. Кто-то пытался какие-то нововведения в них вносить. Но, все это безуспешно. Какими-то реальными плюсами, кроме нейминга, дизайна упаковки, дизайна самого картриджа, они ничем не отличались друг от друга. Спустя 10 лет мне скинули сайт, который представлял картриджи Картель. Красивый сайт, интересные 3D-модели, все очень качественно выглядит. То есть, сразу попадая на сайт, а сайт был в такой, в демо-версии, он даже был недоделан. В нем можно было увидеть 3D-модели, даже конфигурации каких-то не было. И описание технических характеристик этих картриджей. Там был показан конструктив. Главной конструктивной особенностью этих картриджей являлась... Толкатель картриджа имел квадратное сечение. По описаниям и по моим пониманиям, это должно было обеспечить стабильное положение иглы в носике и стабильную работу самого картриджа под нагрузкой. Картриджи у меня в руках. Я с нетерпением распаковываю их, разбираю первым делом. Все красиво. Материалы, качество сборки, никаких косяков производственных, то есть, никакого облоя. Собрано все очень качественно. Картриджи Картель имеют мембрану. То есть, это полная мембрана, не частичная, которая отвечает всем требованиям, наверное, безопасности. Существуют, наверное, какие-то стандарты. В общем, эти картриджи безопасны. Они не пропускают краску, всю эту взвесь, мелкую дисперсию в саму машинку. В шахту машинки, в шахту держака. Это обеспечивает чистоту, это обеспечивает долгий срок службы самой машинки. То есть, в этом плане все хорошо. Картриджи безопасны. Выглядят просто шикарно. Качество сборки и самого исполнения на высоте. Картридж имеет мягкую насадку на носик, анатомическую, на которой есть интересная площадка, которая не позволяет картриджу кататься по столе. То есть, картридж всегда будет занимать чуть не уронивое положение. То есть, вы когда катаете свою тележку, картридж никуда не девается, не укатывается. То есть, всегда удобно его положить на стол, с этого же места взять. Все, я потыкал картриджи, посмотрел. Классно. То есть, пока на этом этапе меня ничего не смущало, а только наоборот подогревало. Скорее, скорее попробовать картридж в работе. Наверное, самой главной радостью было то, что картриджи-картель меня избавили от этих танцев с бубнами при сборке рабочего стола и вообще подготовке к сеансу. То есть, мне теперь не надо было разбирать картриджи, заниматься вот этой калибровкой, выставлять положение спайки в носике. То есть, картриджи-картель действительно соответствуют, как бы это смешно ни звучало, этой системе. Вставил и поехал. Максимально комфортная работа. Я прям сразу же позабыл, что мне нужно на что-то отвлекаться, либо перед сеансом проверять, как, что у меня там устроено. Все, я все подготовил и максимально комфортно работал. В Magnum я влюбился сразу. Супер качественная спайка. Само качество игл. Мега комфортная работа. Качество материалов. За все время я не наблюдал ни деформации, ни протирания носика, ни оплавления самой направляющей картриджа об шахту. Наверное, в задней части картриджа. С этим проблем никаких. Комфорт в работе заключается, наверное, больше в том, что картридж выдает нужное количество пигмента. Я не чувствую дефицита краски. И также чрезмерное вытекание из носика пигмента. Держится стабильная натянутая капля. Комфорт от работы на максимуме. Конфигурации. Это отдельная песня. Широчайший спектр. Иглы на любой вкус и цвет, если можно так выразиться. В сетке конфигурации отсутствуют, так скажем, мертвые калибры, мертвые конфиги. Ну, там, например, такие, как 0,40-ые иголки. Присутствуют конфигурации, которые подойдут ребятам, которые и трагик валят. И также есть конфигурации, которые уходят уже в сторону перманентного макияжа. То есть, иглы реально, так скажем, на широкий вкус, вкус, цвет. Ассортимент круглых спаек прям реально крут. У меня там просто разбежались глаза, если можно так сказать, да? Глаза разбежались, куда они разбежались. То есть, в общем, конфигурации на любой вкус и цвет. Разные степени заточки, диаметр игл, степень сведения. Иглы с пустым центром, около какие-то спайки для традиционного. Тут же и для перманентного макияжа. В общем, круглые спайки. Просто топ. Реально можно выбрать конфигурации, которые позволят разогнать твой творческий потенциал. Бери и пробуй. Я реально при первом заказе прям вот всего понемногу нахватал. Мне хотелось попробовать все. То есть, в других брендах я такого разнообразия не видел. То же касается и магнумов. Магнумы, я скажу, вообще просто шедевральные. Это иглы, которые не засираются, легко очищаются. В общем, это топ. Я влюбился в эти картриджи. Влюбился не потому, что они такие классные, красивые. У них такой прикольный дизайн. Они там вот такие вот прям продуманные. Нет, это картриджи, которые не заставляют тебя о них думать. То есть, это инструмент, который тебе помогает в творчестве. Ты на него не отвлекаешься. То есть, иголка – это продолжение машинки. Машинка – это продолжение твоей руки. Все. Ты ни на что не отвлекаешься. Помнишь только вот о том, что есть ты, есть человек, холст, жертва. Я не знаю, как угодно можно здесь выразиться. И все. Сам процесс, сам творческий процесс реализации работы на коже. Думаю, можно теперь подытожить. Я сильно не разгонял какие-то технические темы, вопросы. Я рассказал о том, что понял для себя и что для меня важно. Я не являюсь каким-то, наверное, человеком, который специалистом в технических вопросах. Я не владею там доходчивыми терминами. Скажу одно. Эти картриджи отвечают полностью моим требованиям. Мне комфортно ими работать. Нравится мне в них, ну, все. Начиная от самой упаковки, она удобная. Ну, красивая это ладно, это такой уже третий вопрос. Она удобная. Картриджи хорошо отстегиваются. То есть, даже в этих вопросах все очень качественно. Никогда ничего нигде там в ненужном месте не треснет. Картриджи легко извлекается из упаковки. Ты не ждешь от него сюрпризов, что что-то может быть не так. Брак, он, естественно, присутствует в любом продукте. Я, пожалуй, отмечу, что за все время уже сколько я их юзаю? Ну, наверное, месяца 4-5 месяцев. За все время я столкнулся с одним моментом брака. Это не был брак, связанный там с литьем, еще с чем-то. У меня просто в одной пачке два картриджа сама группа из своего штатного места катапультировалась. Просто вылетела группа. Такое бывало и с другими картриджами. Ну, тут вот такой фактор, как бы не бывает идеального ничего. Но, мне кажется, погрешность, что это может вообще какая-то одна пачка, которая мне досталась. Может, еще у кого-то такие были. Но упаковок я уже проюзал до очень много. Это десятки упаковок и всего лишь два картриджа, которые были с каким-то косяком. Все. Я ни на что не отвлекаюсь. Максимально комфортно работаю. Все круто. Я думаю, в течение всего этого интервью, моей болтовни, монолога, будут появляться кадры, как я работаю ими по коже. Это будут и линии, и покрасы, магнума. Я постараюсь использовать немаленькое количество конфигураций, чтобы вы могли как-то это наблюдать. Пожалуй, на этом все. Я выбрал картель. Продолжение следует...